Здравствуйте, друзья! Я наконец-то подключил Viber и попробую новую тактику. Как это будет выглядеть? Очень много интересной информации мне присылают именно сюда. Что буду делать? Например, сейчас я буду рассказывать о том, что мне прислали. Интересный материал. Например, в данном случае я по номеру телефона вижу, что из Казахстана, а потом, когда будет черновик готов, черновик подчеркиваю, я вышлю человеку, который в ответ фильм этот, данному человеку, он скажет, а мне не хочется, чтобы мой телефон светился. Убрать телефон я тут не смогу. Я просто тогда попрошу тому, кто будет меня монтировать, взять и стереть этот кусок фильма. И так далее. Ну что, поехали. И по ходу буду комментировать. 21 мая. 21 мая. Это моя водочная вишня, которая пролежала 2 зимы. 2 зимы. Поняли, да? Вишня пролежала 2 зимы, а потом зашла, как ничем не бывало. На этом делаем акцент. Идем дальше. 21 мая. Это моя водочная вишня, которая пролежала 2 зимы в земле. Вот на которую зиму зашла. Смотрим следующее. 21 мая. Войлочная вишня. Косточки от Железова. Открываю страшную тайну косатки. 21 мая. Я не знала, что с ней делать. Я ее у вас в веке не заказывала. Вы мне ее сами положили. И потом я решила ее посадить. Но уже была зима, уже был снег. Я отгребла просто снег до земли и выгребла. Положила колпочки сверху на землю. Цветочного горшка просто присыпала землей. Сверху положила снег и притопала ногой. И вот они взошли. Ну что, друзья. Узнали страшную тайну. Вроде бы заряжала я. А почему я так сделал? Я говорю, ну не пропадать же добру. Согласны? Взял и она что-то заказывала. А я взял и положил туда. Вроде бы на тебе, Боже, сомнение, Боже. Но перед вами целая грядка с этими волочными вишнями. Дальше смотреть будем? Это вот сверху. А вот если будет длинно получится, как они снизу растут. Это ваши косточки. Волочные вишни. Так. Ну и, по-моему, там еще есть один маленький сюжет. Или это, наверное, фотография. Да? Ну что ж, я нарюбовался, как только мог. Значит, моя тактика такая. Я опасаюсь семенами в большом количестве. И когда-то жаловался, что у меня их плохо раскупают. Бах по морде. Да, вы это самое. Задничайте вы это. Нет, вы цену сбросите. Пожалуйста. Я сбросил цену до нуля. Причем не одной, а в сотню. Это фотография явно. Знаете, что там будет? Там будет текст. Смотрите внимательно. В общем-то, я бы сказал, что это такая глина. Я забыл, как она называется. Довольно тяжелая глина. Но, видите, что это человек, который меня насчитался, наслушался. Это мой ученик. Внимание. Еще. 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 А теперь мы... А, нет, еще, по-моему, есть. Еще, да. Еще. Вот. А теперь давайте посмотрим текст. А, нет. Тут не текст. Тут, по-моему, что-то написано. Давайте почтем, что здесь. Не написано, а сказано. Внимание. Здравствуйте. Здравствуйте. Это я сегодня прикапывала под маленькую глядку и землю. Там, где она не копалась. И вот сутка, может, вам пригодится это показать людям, как папа мой тоже не верит, что перекапывал. Как бы поступал кислород, где ее. Вот хочу показать, что перекапывать не надо. Дождевые черви там уже все сделали. Что вот в земле ходы сделаны червями, и кислород там приступает без всякой перекопки. Так. Вы здорово рискуете. Если бы я был бы рядом, я бы вас задушил в обедах и засовывал нас. Вот за это, что вы действительно просветная голова. Вы любите сад. И вы не будете калечить деревья, чем калечие почвы. Ну что, согласитесь, друзья, что этот сюжет многого стоит. Мне теперь остается только продолжать и продолжать. Давайте еще один. А может и не один. Так. Понедельник. Ну, тут уже, по-моему, все ясно. Значит, это свежая фотография. 23-го сделана. 25-е. Вот. И вы видите, как повернулась зима. Уже будет стоять посреди лета. Колебовались. Вот. Идем дальше. Если человек этот увидит. Этот сюжет скажет. Нет. Да. Вот. Всем показываете. Вот. Тогда, значит, соответственно, этот кусочек будет убран. Вот она работает. Мне кажется, эти бутылки спасут кое-что. Ну, ладно. Следующий сюжет. Давайте смотреть. Тут ничего личного нет. Я очень надеюсь, что этот человек... Заметит. Тут нет фамилии. А может, в данном случае, это хорошо. Я, бывало, запрещаю публиковать только из-за того, что высвечена фамилия, телефон или адрес. Есть такие имени. Давайте смотреть теперь следующее. А тут личного нет. Даже нет района, где это. Внимание. Так, сегодня у нас 23 мая. В Великос Королевский. Шелезова Валерия Константиновича. Вот так вот он завязался у нас. Может, не видно там? О, видно, видно. Вот так вот завязался. Видно. Вот так вот он завязался. Значит, уже более-менее, по-моему, непонятно, по количеству амбликосов. Что ожидать? Вот так вот он завязался. Солнышко сегодня не видно. Посмотрим, что будет дальше. Пока аплодисменты. Я не вижу тут дерна. Ну, может, зря придираюсь. Может быть, он еще и не появился. Потому что аплодисменты – ранняя вещь. Может быть, просто еще не образовался зеленый покров. Но это не все. Вот. Горжусь дальше. Для меня каждый такой сюжет – это праздник. Так, вот сегодня у нас 24 мая. Вот так вот завязался абрикос имени академика Кознина. Вот такая вот молодое дерево еще. Вот что-то на нем завязалось. Что-то на нем завязалось. Амбликос. Мы уже пробовали. О! Такие плоды в нем. Ну и вот, для сравнения, ветка привита по абрикосу. Вот одна веточка. Это абрикос, называемый рыжий. О! Плоды мы уже видели. Пробовали. Отличные плоды. Отличные плоды. Это академик с носиком. Вот такое дерево молодое еще. Вот что-то как-то так. Так, дружище. Если я не ошибаюсь, это Красноярск. Или где-то в районе Красноярска. Вот. И что бы я хотел от вас? Чтобы так же, как и всех других. Придет осень. Даже не раннюю осень. Пожалуйста. Фотографию. Фотографию. Вот. Меня бьют по морде. Меня бьют по морде. На меня выливают злобные эти самые помои. Прям удивительно, что творится. Ну почему люди не хотят иметь все это? Почему говорят, нет, не будет. Ни за что, никогда. Да. Опять перечисляю. Помните последние видеофильмы? Ложь. Мошенничество. Ума не нажил. Это про меня. Вот. Это самое. А сейчас посмотрите. Будем все равно уточнять. Это учебный фильм. Это триумф мой. Все равно учебный фильм. Чуть-чуть, если назад отступить, то вы увидите дерево, что имеет. А. Побелку. Я ничего не путаю. Я бы вам рекомендовал. А то первое мое дерево. Оно не мое, оно ваше. Это мои клоны. И вот первое дерево было не побелено. И на нем было, может совпадение. Но там было гуще. Там плодов на королевском. Было гуще. Может так. А может быть по этой причине. Но. Я бы вам не рекомендовал белить в принципе. Я до сих пор не знаю преимущества. Нет. То есть знаю, но не вижу. Не вижу преимущества побелки. Ну и соответственно. Он немножко. Академик чуть-чуть пожиже. Может быть с этим связывали. Ну а то, что вы что и прививать умеете. Но тут вообще вам надо памятник ставить. Потому что нас так мало привозчиков. Что скоро мы все будем на памятниках. Академик. С носиком. Вот такой. Дерево молодое еще. Вот что-то. Вот так. Может уже есть прошлогодние фотографии дружище. Так. Ну что. Дальше идем. Так. А теперь как оттуда выбраться-то. Как оттуда выбраться. А наверное вот так. Так. Сейчас попробую вот таким путем выбраться. Так. Так. А знаете что это получилось. Перед этим были фотографии. Да. Но не все. Ой не фотографии. А. Вот. Вот тут еще. Это более ранние. Все. Уже понятно пропускаю. Просто не все оказались качественной съемкой. Вот. Это тоже самое я так понял. Но ранние. Вот видите. Вот это побелка мне не нравится. А сейчас я пытаюсь отсюда выбраться вообще. Из вашей страницы. Вот. Опять не удалось. Вот. У меня такой это. Какой я. Абакан. А. 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 Это не Красноярска. Абакан. Четение Абракоса. Ну что делать. Если я вот сейчас сюда нажму. Где я окажусь. А. Все нажму. Ну-ка. Ну-ка. Вообще сюда попаду. Тогда попробуем по новой. Влезть туда где мы были. Для этого надо. Для этого надо найти. Будем искать. Это мы. Вот я сейчас сверну. Интересно запись продолжается или нет. Надеюсь продолжается. По новому захожу в WhatsApp. Вот такой я специалист. Но уже это. Большое достижение. Но для того что WhatsApp удалось сюда. Подключить. Все таки. Согласитесь. Мы видим уникальную вещь. Удивительную вещь. Вот. Видели как человек умудрился. Вот. Нашел. Видели как человек умудрился. Поработать. С моими вишнями. С моими абрикосами. Следующее. Кажется. Или мы тут были? Мы тут были. Ладно. Давайте сюда. А тут мы не были. Такой вот сад. Пока. Здравствуйте горики,leness иrim ур me. Первое святение Чужаска Московская. Поздравляем. Денис Сижуковская Владимирская. Четырехлетка. А, я еще, кажется Удрился вам тоже Чуть ли не отругать Малыши вы это побелили Оказывается, питомники еще и белят Эти саруцы Они маленькие, они нежные У них кора, как у владенца Вот, годовалого Разве можно белить? Но зато вы не виноваты, а то я уже на вас чуть ли не набросился Так, слива медовая, желтая Абрикос засыпал корни По совету вашему Пока не цветет Трясеется абрикосом Но образуется один ассортив Такой вот сад Это пока, давайте смотреть Как, что мы можем тут увидеть А вот так Значит, прекрасные входы Еще раз, учеба есть учеба А это Шкарлупки Они на поверхности Значит, посажены правильно, значит, долгая жизнь Забудьте раз и навсегда Самые крутые Я не могу называть фамилии тех Три фамилии Два из них в могиле А третья настолько авторитетный человек Что не воспринимает болезнь на все это Но твердо стоит на своем Надо закапывать косточки глубоко Вот это значит, что Перед нами еще один ученик Зашло, обзашло Смотрим дальше Вот есть проблема При поверхности посадки по железу Есть проблема При гулогой посадки При гулогой посадки В сходах больше Зато все умирают А вот Давайте смотреть дальше Поздравляю вас С этим Вот Ну Я не могу без замечаний Да Посмотрите на ближние и на дальние Крутовато Хотя посажено по железу Почему-то до сих пор не заросло травой А может быть специально не зарачивайте А зарачивать надо Только вот здесь Должна быть Только вот здесь В других местах На вебинаре, кстати Вебинар будет У меня Вебинар будет у меня Обязательно покажу Вот Вебинар будет у меня Сам забыл Понедельник 30 мая Вот По московскому времени 16 часов Это очень важно, друзья Вот там будет расшифровка Вот я здесь говорю коротко Вот, коротко А придет пора Вот Я расскажу подробнее Буду показывать Показывать Кто не хочет Не верить Кто против Буду и женить А тыкать Тыкать И тыкать Но у вас Единственное замечание Такое Чуть-чуть Поположе Делайте Все-таки Сильные морозы Бесснежие Вот Я не знаю Откуда подогревать Но у нас бывало Минус 40 И без снега Тогда корни Могут тут замерзнуть Почему Воздухи висят У меня так образом Смотрим дальше Вот видите Белый ствол Это выходит Прям такой попал К ним с этого С питомника Снова всход Поздравляю Вот Тем более Видите Тут уже оплыло Как маличка Этот самый холм Надо его Подправить Размазать Пошире Вот Еще одно Поздравляю Посадка Пожелезу Вот Чего меня так ненавидят Посадка Пожелезу Ой красота Ой красота Какая А вот это Больше Знаете Возможно Он с самого начала Такой С питомника А вот такой Каким-то образом Удрился Не искалить Этот абрикос Матер Знает Что нельзя Может Знает Что я всем Обещаю Руки Обрубить Пальцы Побрезать Кто Вот эти ветки Убирает Образно Конечно Ну Что еще Сказать Мне немножко Обратил Внимание Может Мне кажется А нет Я думал Это ветку Подвязали В наклоне Списали Да нет Это скорее всего Предмет Совершенно Посторонний Вот Ну Еще раз Мне не нравится Что здесь Нет Трава Она должна Больше Сюда Заползти Еще Одно Приятное Смотреть Все Пока Теперь Надо Отсюда Выбираться А теперь Опять Буду Как Отсюда Выбраться Назад Опять Не выбрался Сейчас Открыли Вот Надо было Все Лишь на экран Нажать Так Ну что Вы Вышли Отсюда Сами Видите Лишних Данных Нету Вот Что бы Еще Сказал Ну Поздравляю За счет Моих Вот этих Поздравляю За счет Того Что у вас Появились Мои Сенцы А с другой Стороны У вас Довольно Неплохие Санцы Если они Допустим С местного Питомника Мне всегда Интересно Знать Какого Питомника Потому что Редко Бывает Чтобы Они Вот так Прекрасно Синили Вот А ну Ка еще Раз Груши Цветения Жуковские Жуковская Владимирская Это мои А что же Это тоже Мои Чужевская Московская Потому что Такие у меня Есть Жуковская Это моя Вишня Владимирская Моя Скорее всего Медовая Ну тогда Еще и лучше Если моя Значит Меньше Вопрос Следующая Валерика Здравствуйте После ваших Видео Мои мысли Занимает Будущий Сад Возможно Вы Посоветуете Что вы Растите Из ваших Ассортиментов В наличии Дачный Участок Есть Яблони Груши Дюк Вишня В участок Говорят Что черешня Умирающая Так Не давшая Урожай Соседи Говорят Что корни отводки Это Волочная Вишня Странно Черешня Умирает От водки Вишня Тогда получается Что Допустим Я допускаю Что Черешня Это В противном Вишня Допустим Черешня Была Примита На Вишню Поэтому Что Она Умирает Это Нормально Это Есть Самое Нормальное Состояние Тогда Получается Что Тогда Волочная Вишня Если Соседи Не Обманули Сами Волочная Вишня Тогда Что Делать дает отводки. Вы пишите, хочется попробовать пойти долгим путем привоев и прививок. Поздравляю, нас и так мало. Столкнусь с этим впервые, пока только узнал, что сарасевичка надо в насыпанную, надернуть землю. Это идеальный случай. Но не всегда. Еще надо будет делать так. Не забудьте мне про этот дерн. Хочу посмотреть, что ваше кино. Хочется все попробовать, но будете реалисты, решил спросить вашего совета. Здесь тоже есть телефон, который не каждый еще любит светить. Так, ну что я увидел? Я увидел некий кино. Вот. А просто увидел сад. На переднем плане нормальное, прекрасное дерево. Странно еще, что нижние ветки не подрезали. Но это у вас только получаете. Дальше разобрать трудно. Возможно, претендент на название умирающей черешни вот эта. Форма подходит. Плохо видно листья. Но все-таки что-то такое черешнями поглядывает. А может, а дальняя справа черешня умирающая. Но все, что вижу, я вижу, цепляясь за слова про дерн. Итак, вы узнали, наверное, от меня, что сажать семечко надо насыпать на дерн землю. Когда разъясняю, когда мы саженец садим, вы видели колду, по-моему, где надо. Да, действительно, получается, черная земля, без травы. Правда, на дерн насыпается, садится саженец. А когда у человека гарантия, что косточка взойдет, допустим, она в горшке, перед этим и так далее, допустим, горшок торфяной, только дырочек надо, посадили на верхушку холма. Можно так. Но когда, допустим, меня покупают кто 40, кто 140, кто 240 косточек, когда их много, я учу делать отдельную делянку. Поливать удобно, обрабатывать удобно. Значит, охранять удобно. И за что, допустим, стоили 200 штук весной следующего года, рассаживайте. И вот то уже на... А так, правильно говорите, семечки насыпаны, на дерн землю. Так. Кстати, вы из Московской области, поздравляю. Вот так вот два варианта. Пока только коротко. Хотите, знакомьтесь, вы еще... Знаете как, вот только сейчас у меня купили две книги электронные. Это случилось буквально час или два назад. Это редко бывает. К сожалению, очень-очень редко. До этого тоже две книги купили. И пока все. А почему они нужны? Потому что вы живете в Московской области. Климат, он довольно противоречивый. И разброс климатических... Каждый год новый климат. То южный, то северный, то этот самый, то прибалтийский, то это самое. Вообще непонятно какой. И вот получается, что вам надо учиться, а вы пока, судя по всему, вот по этому письму, новичок, вы спрашиваете советы. Я сказал, начинайте. Или пару книг электронных, или, ну, хотя бы три диска. Мой московский, московский семинар. А там было человек сто, два потока, на эти двести. Из них, у нас в письме было половина. Я по неволе старался под них подстраиваться. Я походил по Московской области, прям пешком ходил по Машей области. Я видел сколько, вот редкий случай, неискалеченный дерево. Может они искалечены, если приглядятся? Ну, вроде бы нет. А то, что я видел, десяток, сто, сто обошел. Хожу прямо по улицам. Вообще видно. Везде жиденькие заборы. Вот. И везде есть количество дерева. Вот. Поэтому получается так, что я вроде бы работал на Москве. И вот эти три диска по 300 рублей, пересылка рублей 200 обойдется. Вот. Называется Московский семинар. Номер 11. Московский семинар номер 12. Номер диска. И 13. 1100 рублей. На всякий случай. Говорю всем. 8. Это мой заработок. Он честный заработок. Потому что я плохих советов не даю. В отличие от моих оппонентов, которые загубили советами, не миллион, что, какие миллионы? Ну и не. Вот. Десятки, сотни миллионов деревьев, с моих посетов не погиб ни один. И не может погибнуть. И здесь получается так. Пробуем так. 8 960 776 86 72. Это мой рефронный адрес. Что я сказал? Телефон. Все, я устал. Вот. 8 960 776 86 72. Это новый телефон. К нему привязана карта. 1100 рублей. В одном случае, если 3 диска, 1000 рублей, если вдруг вы захотите у меня купить эту самую, эти две книги электронные. Если вы закажете бумажную книгу, ценнейшая книга, в дописке, с учетом, на себе садовода, это 600, и пересылка 300, она червая. И так получается 900. Вот эти три варианта. Можете представить, что это 200 рублей, потому что за монтаж, превращение вот этих вот материалов в нормальный фильм, это значит, музыка, это картинки, и так далее. То есть, получается нарядный фильм из этого вот. Пока это только баланка. Вот я плачу девочке, которая живет в Амакане, студентка, и живет на свою такую огромную, огромную стипендию. Вот я ей на каждый фильм по 200 рублей наплачиваю. Можете помочь? Даже можно не с 200, можно тысячи, а хотя бы 100, хотя бы 50. Вот теперь, после того, что я все это сказал, я заканчиваю первый фильм. Потом, видели, там выше опять будет. Я ставлю длинные, не делаю так, по полца. Там будет уже следующий фильм, но я посмотрю, как вы все реагируете. Единственное, что вас выдают, вот эти номера. Кто-то к этому относится, нормально скажет даже. Да пусть мне москвичи звонят, подружусь. Некоторые специально обоставляют свои электронные адреса. У меня просят. Электронные адреса, страницы, там этих, Яндексов, там этих, Гуглов, этих самых, как еще называют, Контактов, этих, одноклассников. Давайте, давайте, мне друзей, это самое. Помните, как эти, мы еще друзей, Чебраска, как одел. Вот и мы такие же. Часто даже одинокие. Поэтому, я надеюсь, что никто из тех, сколько-то, три или четыре, адрес, не адрес, а три или четыре письма, фотографиями, сфильмами, может быть, никто и не забракует свой кусочек. Вот. Примерно так. Теперь надо отсюда выбраться. А, вот. Вот отсюда я дошел. Раз, два, три, четыре, по-моему, человек. Или пять. Все, забыл? Ладно. Загружаюсь. Надеюсь на ваше понимание, а вам и даже и помощь. До свидания, друзья. Я отключаюсь.